итак дорогие мои друзья у нас продолжение в прошлый раз мы с вами начали тему рельефы сразу на ткани и сумели мы брать из кадра хочется эту картинку и сумели мы добраться вот до этого момента и сегодня мы продолжаем значит наша задача научиться научиться строить наши рельефчики сразу сразу на ткани мы построили плечевой пояс глядя на наши мерочки на наше техническое задание построили плечевой пояс спинки построили плечевой пояс полочки пока в коротких вот таких тонких линиях работаем это мы можем легко делать мило затем я сейчас нарисую пройму и в тонких линиях я нарисую все что мне нужно итак смотрите ширина груди 2 22 запомним эту цифру и ширина спинки 18 запомним эту цифру значит по спинке от середины спинки мы откладываем 18 делаем вот такую засечку да и наша пройма не имеет права заходить вот за эту линию на полочке мы откладываем 22 22 вот здесь нашли и вот сюда вот отметили 18 и 22 и наша пройма не имеет права заходить вот за эту линию теперь мы должны найти место для бокового шва напоминаю да для этого мы с вами смотрим на то какой должна быть ширины наше какое должно быть ширины наше изделие то есть на выбираем ширину сетки для этого мы смотрим на бедра 52 и прибавка 2 сантиметра ширина сетки 54 проверяем прибавку по груди 54 отнять 48 получается 6 мы хотим 3 4 более чем достаточно и так ширина сетки 54 ширина спинки 18 и ширина груди 2 22 18 и 22 получается 40 значит 54 отнять 40 получается 14 14 это ширина проймы делим ее пополам будет 7 сантиметров 7 сантиметров откладываем от шаг 2 и рисуется у нас боковой шов в тонких линиях повторяю пока полочки и 7 сантиметров мы откладываем от ширины спинки вот сюда и рисуем боковой шов в тонких линиях спинки пока ничего не приталиваем затем рассчитываем вертикальный диаметр проймы сначала общий для этого чтобы узнать положение вот этой конечной точки со стороны спинки в дп общий какой у нас будет мы должны посмотреть на толщину руки на мерку обхвата плеча прибавить 4 сантиметра прибавка получится 32 32 делим на 2 получается 16 значит высота оката рукава будет 16 сантиметров а вертикальный диаметр проймы должен быть на 2 больше 16 плюс 2 получается 18 можно сделать это вот таким вот образом посмотрите тоненько опять же соединяем вот этот величину находим p1 и p2 находим серединку и находим серединку на вот этом вот расстоянии между боковыми швами и должно быть 18 18 у меня падает ниже уровня груди вот куда у меня падает 18 но я измеряю расстояние до талии проверяю 16 а я оставлю линию груди то есть я сделаю вертикальный диаметр проймы не 18 я его сделаю на сантиметр меньше и тогда vdp со стороны спинки у меня будет 17 плюс 1 18 проверяемся еще раз ага а тут вот даже у меня 19 стало а со стороны полочки у меня получается 16 собственно говоря вот мне все устраивает я бы оставила все так как есть и ширина вернее нижняя точка проймы мне нравится что она лежит на линии груди но по сегодняшней моде я могла бы ее поднять на сантиметре повыше и здесь и здесь не будем усложнять себе эту задачу сегодня у нас другая задача поэтому остановимся на этом выборе и так ширина вернее нижний уровень проймы пусть у нас будет доходить до линии груди и поэтому мы оформляем пройму со стороны полочки спинки вот таким вот образом и оформляем пройму со стороны полочки вот таким образом и все это сделать нам достаточно удобно рекала осталась москве сделала от руки какое-то вот такое но вот такая у нас получилась картинка что еще нам надо сюда добавлять нам надо сюда добавлять наши талиевые вытачки давайте посмотрим что у нас сейчас по талии значит здесь у нас 24 сантиметра ну 50 54 до у нас была ширина сетка сетки 54 сантиметра смотрим опять сюда ширина сетки 54 сантиметра а нам надо по талии сделать 38 плюс 4 получается 42 значит 54 отнять 42 получается 12 наша любимая цифра игровая 12 часто она бывает у нас и в таких классических стандартных фигурках и в жизни но вот пока запомним сумма всех вытачек у нас 12 боковая вытачка вы знаете это половинка то есть мы должны 3 сантиметра отложить от этой линии вправо и полтора сантиметра наверх и 3 сантиметра и будет на полочке то есть мы с вами 6 сантиметров вытачку оформляем по боковому шву это боковая вытачка повторяю все пока делаем в тонких линиях и уходим вот так вот наверх может быть можно было и раньше вот это все уже но я повторяю что я уже давно этим не занималась было это много много лет назад ну и больше мне собственно говоря сильно не приходилось часто этим пользоваться пользовался это когда еще была активная работа за столом но все равно когда работала закройщиком в ателье с вами разберемся выбираем место для вытачки на спинке она у нас вот это будет иметь место да и выбираем вытачку на полочке ну давайте вытачку на полочке разместим сразу под грудью скажем вот здесь мы захотели ее сделать мы захотели сделать и вот здесь вытачка на полочке 6 разделить на 3 получится 2 тогда по одному сюда и сюда длиной 10-12 не доходит сантиметра 3 до груди ну 2 можно в данном случае и вытачка на полочке у меня будет выглядеть вот так так и вот так а вытачка здесь она у меня будет выглядеть так мне нужна вот эта картина я обычно делаю всегда все вот с такими наверху прогибчиками уже повторяя контуры фигурки не делаю в этом месте и такую прямую в лоб резана вот так она мне довольно симпатично выглядит да и на спинке у нас остается от 6 отнять 2 получается 4 значит по два сантиметра влево и вправо с вашего позволения чтоб голову мои не видно было я делаю вот так вот так и вот так и на этом сильно задерживаться не буду делаем так просто рисуем симпатичные вытачки такие чтобы верхушечки у них сутюживались чтоб у нас было все удобно но это все в тонких линиях потому что сейчас картинка будет меняться и так мы построили с вами то что мы обычно умеем строить то что мы обычно умеем строить а сейчас я вспоминаю о том что я хотела ведь рельефы для этого как в обычной истории с рельефами я продолжаю построение и так измеряю вот эту вот сторону плеча провожу дугу сразу оформляю плечевой срез при закрытой вытачки чтобы ничего не менялось все делаем как обычно так смотрите как получилось да и вот сюда получился вот этот у нас крестик и это у нас направление и это у нас плечо при закрытой вытачки так теперь я смотрю на рисунок давайте вспомним где наш рисуночек вот он наш рисуночек да вот это у серединка моего изделия и я сейчас выбираю вот эту линию ведь и какой небольшой идет наклон и она у меня проходит через точку c здесь у меня . c центр груди и это плечо которое у нас уже изображено никакого я интуитивно пытаюсь это сделать вот у меня . c а вот у меня это плечо и смотрите как мне хочется положить линеечку мне хочется ее положить линеечку как то вот так вот немножко я даже могу пристроиться к одной из сторон уже в своей нарисованной вытачки подавайте вот так и сделаем так и рисуем это все уже ярко я хочу уже вот посмотрите как у меня получился рельефчик это я выбрала сторону рельефа для моей центральной части а вниз как я хочу чтобы у меня рельефчик пошел а я хочу чтобы он тоже немножко как бы раскрешался к низу расширялся к низу чтобы вот такая вот у меня поэтому я дорисую его прям вот так вот это вот у меня уже такой окончательный вариант начинает прорисовываться тех линий которые мне будут нужны и то что у нас сейчас получилось называется несущая сторона нашего рельефчика а теперь внимание нам надо вот эту боковую часть оформить таким образом чтобы вытачки нагрудная вытачка оказалась между несущей стороной нашего рельефчика и боковой стороной нашего рельефчика для этого я беру измеряю остаток плечевого шва новенького до моего состояния то есть вот этот вот хвостик я меряю то что осталось от рельефчика и это же расстояние откладываю соответственно на прежнем своим чертеже вот у меня получилась . и тогда у меня вытачка будет скопирована идеально если я эту точку соединю с буквой c вот я это и делаю пока в тонких линиях вот так дальше посмотрите талиевая вытачка вот она уже оказалась между нашими несущей стороной рельефа и боковой стороной рельефа и мне остается только красиво перетащить допустим вот эту вершинку сюда да и как-то красиво оформить нижнюю часть нашего рельефчика например если я хочу чтобы у меня немножко расширялась я могу нарисовать это все прямо вот так какое-то небольшое раскрешение у меня получается вот здесь и идет такое наложение как бы наложение ткани друг на друга вот на этом вот треугольнички заход получился ну и пусть это мне сейчас не важно вот на этом месте и так посмотрите что теперь нам надо сделать теперь нам надо на вот этой ткани это же у нас ткань отодвинуть боковую часть вот сюда в серединку насколько на 2 величины припусков на обработку данного участка а это что будет допустим я выбираю припуски полтора сантиметра в в рельефном шве тогда я должна вот этот рельеф отодвинуть вот сюда на полтора сантиметра на три сантиметра вот мои три сантиметра я отодвигаю точку c вот сюда на три сантиметра скажите еще какие точки я должна отодвинуть но ведь я должна отодвинуть все точки то есть и вот эту точку я должна отодвинуть на 3 см. И вот эту точку я должна отодвинуть на 3 см. И вот эту точку, посмотрите, вот эту точку я ведь тоже должна отодвинуть на 3 см. А эту точку и эту точку. То есть идет как бы в математике, это называется друзья, параллельная раздвижка. То есть как бы я каждую точку отодвигаю параллельно на 3 сантиметра и вот что у меня в результате получается я вот так поставила вот эти все контрольки свои так проймочку тоже мы сдвигаем на 3 сантиметра и собственно говоря могу уже взять в руки и и работать настоящий так сказать мел посмотрите была у меня линия бокового шва рельефа вот здесь я ее сдвигаю параллельно на 3 сантиметра 3 сантиметра это два припуска на обработку вот окончательный мой вариант дальше здесь у меня уже будет работать ну я бы это все тоненько до сделала вот так а потом тоненько сделала бы вот так так но я же так не люблю мне нужны красивые линии поэтому вверх я делаю с прогибом вот такой так низ я делаю наоборот выпукло вот эту линию то есть можно вот эту линию найти и параллельно сдвинуться и нарисовать уже то что нам надо вот так вот вот так вот смотрите у нас получилось вверх немножко мне не с руки извините я так разверну я вот эту часть обычно скругляю чуть-чуть вот так незначительно я скругляю чтобы вот здесь в области груди у нас нарисовалась такая красивая наша небольшая грудка затем соединяю вот эти точки это плечо я сдвинула в параллельно строго параллельно безо всяких наклонов вот смотрите была точка да вы ее параллельно линии талии линии груди линии низа сдвигаете на 3 сантиметра была точка сдвигаете на 3 и пройма соответственно тоже сдвигается на 3 сантиметра контрольную самую короткую часть я сдвинула на 3 сантиметра или ограничение пройма вы можете сдвинуть на 3 сантиметра как вам удобно и у нас рисуется дальше вот такая вот нижняя часть проймы приходит сюда дальше опять работает вот это лекальце было у нас оформление бокового шва вот этим участком нашего лекала мы сдвигаемся параллельно на 3 сантиметра и оформляем ярко вот так и добавляем сюда верхнюю часть вот и все посмотрите мои хорошие как красиво у нас получилось о и время наше опять подошло к концу тогда прошу прощения мы должны прерваться и построение спиночки мы закончим с вами в следующий раз до новых встреч всегда ваша галина коломейка